Главная беда – дорога. Жители Тасюряха вынуждены тратить по 5-6 часов на поездку в Мирный. Всё дело в том, что 74 километра, которые разделяют населённый пункт до Ленской трассы, сплошное бездорожье. О сложном пути тасюряхцев расскажет Август Степанова. Трасса Мирный Тасюрях протяжённо 74 километра. Обычно автомобилисты проезжают участок за час, но в этот раз путешествие затягивается. После сильных дождей дорога превратилась в кашу. Теперь даже на вездеходе ехать приходится по 4 часа. На такую поездку решаются самые бесстрашные. Ни скорая, ни такси к жителям посёлка не едут. По словам тасюряхцев, настолько плохой дороги никогда не было. С весны мы хорошей дороги ещё не видели. Добираемся с большим трудом, а после дождей так вообще всю дорогу развозят. Тасюряхцам помогают недропользователи. Это компании РНГ, Тасюряхнефтегаз, Алросыгаз и ещё несколько больших предприятий. В посёлке нет проблем с трудоустройством, есть газовое снабжение. Однако все эти плюсы перечёркивает плохое состояние дороги. И именно транспорт недропользователей, по мнению местных жителей, и разбивает трассу. Не дай бог, человек заболеет или что-нибудь ещё случится, вот добраться до города – это очень трудно будет. Сегодня дорога имеет статус федерального значения и на балансе района не состоит. Принадлежит компании «Росавтодор». Проблемы начались ровно два года назад, тогда, когда началось максимальное освоение участков нефтегазовых промыслов. По словам нефтяников компании РНГ, они сами заинтересованы в хороших дорогах. От этого зависит их работа, поэтому принимают все меры, чтобы сохранить дорогу. Этот объезд аварийного моста сделали из собственных ресурсов. Отсыпали, укрепили, установили водопропускную трубу. За свой счёт построили и новый мост. Новый мост вы видели сегодня, прекрасный мост, отстроили. По нему ездят все, помимо нас. И жители посёлка на охоту, на рыбалку проезжают. И все подрядные организации пользуются услугами этого моста. Поэтому мы только за содержание дороги, за её нормальное состояние. Главная причина бездорожья – земляное полотно. Грунт не выдерживает нагрузки. В сутки проходит 500 машин. С прошлого года здесь начались ремонтные работы. Их проводят дорожники Сунтар Автодора и Муада. Ремонт идёт, но результат только до первого дождя, говорят жители. Очередной ливень размоет всё снова. Ведь по глине можно двигаться только в хорошую погоду. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Спасибо.